я хочу вам рассказать про несколько сюжетов которые на самом деле повторяют один и тот же просто один и тот же математический сюжет и вот этот математический сюжет мы потом с вами по полочкам буквально разложим значит он появляется в олимпиадных задачах в следующих ну как минимум четырех разных формах и еще есть пятое которая уже в олимпиадных задачах не появляется но про нее тоже расскажу то есть один и тот же в общем-то математический сюжет проявляется в нескольких видах давайте первая задача такая у вас есть две бадии две бадии такие ну вот например одна вместимостью ну давайте скажем тут будет 13 до 13 литров вот а здесь например ну пусть 18 литров так принципе можно любые два числа поставить какие такие чтобы было чтобы было не очень очевидно значит что вам надо сделать у вас есть вот здесь вот есть большой бак там ну в общем сколько угодно большого размера дополнительный ну и течет река понятно воды тоже сколько угодно можно набирать вам нужно налить сюда 1 литр воды другая задача другая но на самом деле как бы то же самое да то же самое у вас есть в некотором царстве государстве монеты 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 достоинством 101 тугрик но тугрик на самом деле это монета страны монголии все используют слово тугрик хотя на самом деле это действительно так называется денежная монета в монголии да а обычно используется шутку как как какая-то такая абстрактная монета вот но и у вас есть еще монета достоинством ну скажем 60 тугриков да вот а вы хотите купить 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 шоколадку за например 5 тугриков ну и в задаче может быть например поставлен вопрос возможно ли это и если да то как предполагается что если вы пришли в магазин у вас есть сколько угодно монет такого и такого достоинства и у продавца тоже есть сколько угодно монета обоих достоинств и нужно совершить сделку финансовую да нужно заплатить 5 и этих монет используя 5 5 ну 5 тугриков заплатить используя только два вот таких вот два таких номинала 101 и 60 поднимите руку кто понимает что это одна и та же задача смотрите в чем как бы в чем понятно вроде как постановка разная но тут там но может быть тут есть тонкости связанные с конкретными числами да но в чем принципе суть что мы берем мы умеем передавать куда-то только количество которые кратные 18 или 13 а здесь соответственно можем передавать денежные суммы кратные 101 или кратные 60 и в обоих случаях передавая туда и сюда мы же можем сюда вот например 18 литров залить и потом 13 вылетен у нас получится 5 да вот так же здесь я могу передать туда 101 тугрик например а вернуть 60 у меня будет передача 41 ну и дальше я могу с этим тоже продолжать оперировать вот то есть это как бы это одна и та же задача просто в разных терминов но это еще не все еще целых два варианта той же самой задачи буквально год назад я вытащил из одной из олимпиад где участвовал моя одна из моих детей света участвовал олимпиаде и это было по моему за четвертый класс там была задача что у внимание у гарри поттера да у гарри поттера значит гарри поттер там был какой-то такой загадочный загадочный то ли дракон какой-то в общем ну и у него там вот яйца которые можно кушать ну как у куриные там яйца вот вот нужно сварить 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 яйцо но дело в том что время отмерять нет нормальных часов есть только песочные часы и опять опять у вас есть песочные часы на которых ну например давайте вот 22 минуты да вот и еще песочные часы на которых скажем так тут 22 ну а тут давайте будет давайте будет 34 что ли минуты но пусть 34 неважно если будет что-то простое ничего страшного а варить ну вот сейчас я сейчас еще одну то два пункта будет задачи пункт а варить его надо 7 минут пункт б варить его надо 8 минут и спрашивается возможно ли это сделать и если да то как то есть эта задача была два пункта немножко появляется чего-то нового да но опять как свести эту задачу к двум предыдущим понять что вы на прямой который отмеряет время да можете только отмечать вот 22 44 переворачивая туда либо наоборот отмечать 34 68 вот то есть у вас есть такие засечки засечки на этой прямой и вы можете в принципе отмерить время от любой красной засечки до любой зеленый то есть вы можете несколько раз запустить эти часы одновременно начать запускать те часы и чтобы была точная отмерка времени вам нужно соответственно от отслеживать вот сколько раз здесь запустили сколько раз здесь но и вот искать промежутки но вот наверное кто-то может поднять руку и дать ответ на пункт а ну-ка давай объясни это конечно не семиклассник судя по виду но но пока семиклассники молчат объясни отлично отличная идея отмерить что-либо надежно можно только тогда когда вы ну как бы несколько раз запустили одни часы несколько раз запустили 4 другие часы но и вы смотрите на отметки времени которые возникают но сколько бы вы не не запускали вот эти часы всегда будет отметки времени кратны двум и сколько бы вы не был запускали эти часы тоже отметки времени будут кратны двум а значит и любые расстояния между ними которые вы можете доказуемо отмерить тоже кратны двум и вот у нас возникает первая первая как бы такая Первая мысль о том, что иногда это сделать невозможно из-за того, что вам требуется сделать что-то не кратное двум на инструментах, которые все кратны двум. Это такая первая идея инварианта. Детям дается идея, что есть какой-то инвариант в задаче, а именно кратность двум в данном случае любых измеряемых отрезков времени. А 7 минут не кратно. Ну а для 8 можно просто выдумать, вполне себе подумать, и у вас это получится. Вот здесь, кстати, ну здесь, вот теперь после этого мы понимаем, что происходит здесь. Здесь тоже как бы мы берем кратное, только здесь как бы нет никакого такого общего множителя, здесь нету, который бы запрещал отметить 1 литр. Если бы, например, здесь и здесь количество литров делилось на 3, например, здесь было бы 15 литров, а здесь 18, и я бы требовал отмерить 1 литр, то вы бы, наверное, тоже подняли руку и сказали, невозможно. Любые доказуемые переливания будут делиться на 3. Значит и результат любой будет делиться на 3. Но в данном случае этого нет, но есть надежда на то, что мы можем получить 1 литр. Так, а кто-то уже имеет здесь решение, что надо сделать? Да. И решить его. И решить его. Как-нибудь. Да, вот ровно этим мы и будем сегодня заниматься. Да, да, вот именно этим мы и будем заниматься. Но, по крайней мере, а кто-нибудь угадал здесь решение просто в уме? Да? 7 тринадцатилитровых залить и 5 восемнадцатилитровых вылить. Прекрасно! Равно 1 литр, действительно. То есть, вот это 7, это минус 5, а это плюс 7. Только все наоборот, да? Минус 7, да. Это минус 5, а это минус 7. Да. То есть, если мы в целых решаем, то так. Ну, а фактически мы 7 раз отмели, 1 раз отрежь, да? 7 раз залей это, 5 раз вылить то. И получается у нас 1 литр. Так, ну вот здесь я уверен, что в уме никто не решил. Потому что числа многоваты. Как сказать, слишком... или решили? Решили? А, зачем? Действительно, я сейчас объясню, как это решается в общем виде. Зачем решать будет, да? Точно. Запомните вот эти 2. Мы с вами заплатим даже 1 тугорик, заплатим. Потому что общих делителей у этих двух тоже нет. Вот. Ну, а заплатив 1, мы, конечно, можем как бы заплатить и 5. Вообще здесь идея такая. Вот, допустим, вы хотите что-то нащупать. Нащупать, например, здесь. Вот если вы 22 минуты и 34 поставили одновременно, то у вас получился интервал 34 минус 22, да? То есть 12 минут вы научились делать. С тех пор, как вы научились делать какой-то интервал, вы, в принципе, можете его масштабировать. Да? То есть, если вы умеете 12 минут отмерять, то, соответственно, вы можете, как бы, вы и 24 отмерите, да, например, да? Но потом будете как-то компоновать с этими, значит, с тем, что вы, например, умеете... Умеете 24, умеете 34, значит, умеете 10. Умеете 10, умеете 22. Ну, вот вы 2 и умеете уже. 10 умеете, значит, 20 умеете. То есть постепенно можно так нащупывать. Один из способов решения такого уравнения – это метод такого постепенного нащупывания. То есть вот здесь, например, мы возьмем, сделаем, научимся 40, да, передавать. Вот у меня есть алгоритм передачи 40 тугриков. 101 туда, 60 обратно. 41. 41, конечно, да. Я сказал 40, 41. 41 умеем. Так. Но умея 41, мы умеем еще тогда как? 60 минус 41. 41 научимся, да? Это будет 19. Дальше 19 и 101 сравниваем. Если у нас есть алгоритм, как передать 19, то мы можем его масштабировать. Мы можем передать 38, передать 57, передать 76 и 95. И вот уже у нас есть 6, да? Ну, у меня есть 6, у меня есть 19. В сущности задача уже практически решена. Потому что 19 – это трижды 6 плюс 1. То есть передал туда 19 одним алгоритмом. И три раза передал 6 назад другим алгоритмом. Но я потом покажу, как это делать в лед. Магия. Знаете, бывает магия. Вот я эту магию покажу. Она, конечно, научно объяснимая магия. Это не шаманская магия, а чисто строго научная магия. Но, тем не менее, чуть позже скажу. А пока еще одна формулировка, которая тоже в некоторых задачах олимпиадных возникает. Формулировка такая. Кузнечик прыгает. Кузнечик умеет прыгать на... Ну, давайте тоже на 18 и на 13. Многовато, да? Давайте на 8 и на 5. Вот так и вот так. Он стартует из некоторой точки. Он умеет прыгать на 8 и на 5. А ему положили кусочек, маленькую крошку хлеба в отметочку 1. Ну, допустим, метр. Это было бы многовато, наверное, для кузнечика на 8 метров прыгать. Давайте дециметр будет. Дециметр. 1 дециметр. Кузнечик прыгает так вот на 8 дециметров, да, почти на метр. Или на 5. А нужно съесть хлеб, который лежит в отметке 1. Да? Можно 5 раз прыгнуть на 5 и 1 и 3 раза прыгнуть на 8. Молодец. Все правильно. Сразу же, сразу же, да. Вот. Действительно, 3х8 в обратную сторону и 5х5 в ту. И вот у нас снова получилась эта единица. Решение не единственное. Решений может быть довольно много. Как именно много, мы сейчас перейдем к этому. То есть пока это, я просто хочу рассказать, что в олимпиадных задачах, ну, может быть, вы сами уже это видели, попадаются вот эти вот такого рода задачи. Они все лейтмотивные. Они все сводятся к одной и той же задаче. К задаче решить уравнение А умножить на М плюс Б умножить на Н равно С в целых М и Н. Вот такое уравнение, при том, что вам заданы А, Б и С. Вот эти три числа заданы. А нужно найти М и Н так, чтобы это получилось равенство, причем целые. Здесь это было, соответственно, ну, в этих терминах здесь это было 18М плюс 13Н, а требовалась единица. Здесь, соответственно, 101М плюс 60Н требовалась единица. Тут 22М плюс 34Н требовалась двойка, потому что единица была невозможна. Мы не можем требовать здесь единицу. Вот. Ну и тут, наконец, там 8М плюс 5Н и тоже требовалась единица. То есть мы приходим к одному и тому же уравнению, и его, на самом деле, интерпретация, его интерпретация, она для... Вы знаете, что такое координатная плоскость? Вот. А еще вы, наверное, знаете уравнение прямой. Или еще не знаете? Знаете или не знаете? В седьмом классе, может, еще не знаете, да? Что такое уравнение прямой? Вот если я нарисовал, например... Вот прямая у меня. Так, 4, 7. Вот я провел прямую. Но если вы знаете, что такое координатная плоскость, да, то вы знаете, вот у каждой точки две координаты, да? Вот. Нужно понять, как проверить, что эти две... Вот эта точка, да, две эти координаты образуют точку, лежащую на прямой. Как это проверить? Да, вот нужно составить уравнение прямой. Но это вы, наверное, да, чуть позже будете изучать. Может быть, сейчас мы... Но все же я... Все же давайте... Давайте в данном случае как бы его угадаем просто. Давайте его возьмем и угадаем. Да, давай. Да, есть такая форма. y равно kx плюс b. Но нам сейчас нужно обязательно k и b конкретно и найти. Есть и более общая форма. Более общая форма говорит так, что уравнение прямой это какое-то количество раз взятое x плюс какое-то количество раз взятое y равно еще, значит, какому-то числу. То есть практически то же самое уравнение, которое было у нас. Только тут c как бы вправо, а не влево. Здесь a и b могут оказаться не целыми случайно. Но в данном случае мы можем сделать их целыми. Давайте попробуем угадать вот эта прямая, которую я провел. Она проходит через точку 7, 0 и через точку 0, 4. Вот как... Попробовать угадать, как должно выглядеть уравнение, чтобы при x равно 0 y равно 4 получалось равенство, и при x равно 7 y равно 0, получалось равенство. x на 7 разделим, а y на что? На 4 равно 1 1, так угадывание в лоб, угадывание в лоб. Смотрите, x равно 7, делим на 7, получается 1. А y тут 0, поэтому от нуля ничего и не осталось. 1 плюс 0 равно 1. Так, здесь x был 0, поэтому этой части нет. y был 4, разделился на 4, получилось 1. Ну, привести его в божеский вид, это мы можем умножить на что умножить, на какое число, чтобы... 28, да? Значит, получается тогда 4x плюс 7y равно 28. Вот у нас уравнение. Или по-другому можно сказать... Ну, по сути, все, вот у нас получилось такое замечательное уравнение. Ну, и на самом деле, если при произвольных двух числах а и b мы рассмотрим все такие x и y, чтобы получалось вот такое равенство, это будет прямая. Кроме случая, когда а и b равны нулю. Это запрещено. Ну, и поэтому вопрос такой. А где на прямой лежат точки с целыми значениями вот этих вот координат? С целыми. Ну, вот, например, между этой и этой нет таких. Ни одной целой точки нету. Где будет следующая целая точка на этой прямой? Дальше столько же, правда? Следующее решение это уравнение. Ну, а на этой, на картиночке мы попадем... Да, вот, 14 минус 4. Вот, дальше сюда. Ну, вот, чуть-чуть не хватает, но понятно тоже. То есть вот этот вот отрезок откладывается. У меня получается, что целые точки на этой прямой они идут через равные промежутки в ту сторону и в ту сторону бесконечное количество раз. Никаких других между ними нет. Вот, то есть это то, что мы эти все задачи сформулировали. Мы просто ищем, ищем целые точки на прямой. Покажу сейчас фокус, связанный с вот этими двумя. Так? Фокус носит название цепная дробь. 101 делить на 60. Это какая дробь на самом деле, если правильную сделать? Так. А теперь я сделаю хулиганское действие. А именно я зачем-то... Зачем-то возьму вот эту и переверну. Но чтобы равенство осталось верным, я ее засуну в знаменатель. Я исхожу из свойства дробей, которые вы, наверное, уже знаете, да? А именно, что а разделить на b равно 1 разделить на b разделить на а. Дроби друг другу противоположные. То есть 7 пятых и 5 седьмых при умножении друг на друга дают единицу. Дроби такие противоположные. Поэтому я могу так сделать, это мне позволительно. Но после этого у меня внизу опять неправильная дробь. И я опять ее превращаю в правильную. 1 плюс 1 делить на... Сколько? Сколько тут будет? В уме? 19. Сорок первых, да? Но теперь я могу продолжить. Это 1 делить на 41 девятнадцатая. У меня вырастает количество этажей в дроби. Дробь увеличивается, да? Она становится все страшнее и страшнее. Но когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь это закончится. Давайте посмотрим, когда это закончится. 1 плюс 1. Делить на 1 плюс 1. 41 девятнадцатая. 2 целых и 3 девятнадцатых. Отлично. 2 плюс 3 девятнадцатых. А 3 девятнадцатых я сразу переверну и напишу 19 третьих. Ну и в принципе уже могу завершить. 19 третьих это что? 8 целых. 6. Целых и 1 треть. Здесь внизу оказалось целое число. На этом я говорю, что дробь завершилась. А теперь внимание. А теперь внимание. Вот сейчас будет мистический прием. А именно, вот эту 1 треть я, как говорят медики, ампутирую. Ампутирую. Дробь от этого стала легче. У нее последний этаж ушел. Давайте теперь обратно все проделаем. 2 плюс 1 шестая. Как записать в виде неправильной дроби? 13 шестых. 13 шестых. Отлично. Значит, вот это 13 шестых. А если я 1 разделил на 13 шестых? 6 тринадцатых. 6 тринадцатых. Давайте так и запишем. Примерно равно 1 плюс 1 делить на 1 плюс 6 тринадцатых. Так, продолжаем. 1 плюс 6 тринадцатых. Это какая неправильная дробь? 19 тринадцатых. Переворачиваем. Получаем 13 девятнадцатых. Превращаем в неправильную дробь последний раз. 32 девятнадцатых. Запомнили 32 и 19? Запомнили? 32 и 19. 101 и 60 нужно умножить на 32 и на 19. Но, естественно, так, если я 101 умножить на 32, это будет очень много, а 60 на 19 очень мало. Поэтому 101 надо умножить на 19, а 60 умножить на 32. А может быть вот так, да? Ну вот ответ такой. В одном из двух случаев получится единица, а в другом получится минус единица. Проверяем? Вот здесь, да, единица? Потому что по последней цифре. Здесь последняя цифра 0, здесь последняя цифра 9. И можно понять, что последняя цифра 0, из нее должна вычитаться последняя цифра 9, чтобы получилась единица. Ну, действительно, 60 на 32 это сколько? Кто в уме хорошо считает? 1,920. А 101 на 19? 1919. Ура! Единица. Внимание! Этот прием всегда работает. Сейчас вот я вам не буду доказывать. Я вам только попробую доказать, если вы готовы к некоторому интеллектуальному подвигу. Ну вот сейчас посмотрим, кто-то готов, кто-то не готов. Я вам хочу доказать, что такой прием всегда подействует. Теорема. Теорема. Пусть числа А и Б взаимно простые. То есть наибольший общий делитель равен 1. Ну, это означает, что нет никакого числа, на которое бы делилось как А, так и Б. Ну, кроме единицы. На единицы, понятно, всегда делится. Тогда существуют М0Н0 такие, что, ну, целые, целые числа, такие, что АМ0 плюс БН0 равно единице. Вот такая вот теорема. Это называется уравнение диафанта. Вот такое уравнение, да? Называется уравнение диафанта. Ну, вот сейчас я проведу рассуждение, проведу рассуждение, которое потребует сосредоточенности, что довольно редко случается с современными школьниками, да, в силу того, что современные школьники привыкают информацию потреблять такими маленькими квантами, да, квантовые школьники, квантовыми кусочками. Сказал что-то коротенькой фразой, школьник уловил и забыл сразу. Другую короткую фразу уловил. А вот чтобы склеить две фразы в одну и цепочку, это уже сложно. Ну, давайте, тем не менее, попробуем. Давайте потренируемся. Сейчас будет непростое рассуждение. Готовы? Поехали. Мы будем интерпретировать задачу как задача про кузнечика. Это наиболее такая простая интерпретация вот этого уравнения. Это задача про кузнечика. Вот кузнечик, он прыгает на А и прыгает на Б. Давайте назовем числом D вот назовем числом D самую близкую к стартовой к стартовой точке самую близкую к стартовой точке точку напрямую, куда он попадает. Вот просто обозначим ее за D. То есть идея следующая. Смотрите, ну вот очевидно, что одним прыжком он может попасть в А. Прекрасно. Вопрос. Может ли он попасть левее А хоть куда-нибудь? Да. А именно Б туда и А назад. Ну так как сейчас нарисовано, получается, что может. Ну вот Б туда и А назад. Он попал уже сюда. А еще ближе может. Ну вот мы можем каждый раз спрашивать, может ли еще ближе, может ли еще ближе. Ну и вот мы возьмем и обозначим просто за D ту точку, куда он может попасть, но левее попасть не может. То есть в определение числа D входит то, что вот это для кузнечика мертвая зона. Если я положу туда хлеб, он туда, оттуда этот хлеб, хлеб не сможет забрать. Никогда. Никаким образом. Сколько бы он не прыгал туда и обратно, это мертвая зона. Хлеб отсюда не забираем. Так вот. Что я хочу доказать? Вы понимаете, что? Я хочу доказать, что D равно 1. Ну, давайте доказывать от противного, да? То есть предположим, что на самом деле D не равно 1. И это означает, что 1 находится в мертвой зоне. Вот в эту единицу он попасть не может, да? Вот он попасть в D может, а левее никуда не может. Тогда, тогда, да? Тогда я утверждаю, что A делится на D. Вот это такое утверждение, которое нам нужно осознать. A делится на D. Что значит A делится на D? Это значит, что если я еще раз отложу мертвую зону, потом еще раз вот эта точка какая? 2 умножить на D. D плюс D. Дважды D. Так. Ну вот я уже, видите, сейчас я нарисовал, у меня уже я уже перепрыгнул через A. Ну, могло бы быть, что A какое-то очень большое, тогда я долго-долго-долго-долго-долго прыгаю. В конце концов, понятно, что я каким-то очередным шагом окажусь справа уже от A, либо в самой A. Ну, если я оказался в самой A, это ровно то, что утверждается. Вы понимаете, да? Что значит делимость? Делимость значит, что вот этими шажками по D я прямо попадаю в A. А вот теперь предположим, что я в A не попал. То есть, произошла вот такая ситуация. Я утверждаю, что это противоречит выбору D. Ну, почему? Потому что если мы перед B на это, мы можем обратно прыгнуть. Да. И еще раз обратно прыгнуть. Обратно и D зависит влево. Все. Совершенно верно. По условию левее D мы попадать не умеем. Но если кратные вот эти по D не попадут в A, то я элементарно попаду левее D. Я вначале прыгну в A, а потом буду вычитать D. Один раз, два, столько, сколько понадобится. В конце концов, я как раз попаду в мертвую зону. То есть, если как бы вот эта вот очередная черная такая покрыла A осталась внутри, тогда у меня есть метод попадания сюда, а это противоречит выбору D как самую близкую к этому самому. А значит, если D действительно точка левее, которой попасть нельзя, то все вот эти вот шаги по D должны точности попасть в A. A делится на D. А что про B? А про B? Тоже делится. Все. Отсюда D равно 1, потому что иначе это общий делитель, который больше 1. Противоречие получено, доказано. Можно даже не от обратного было, а просто сказать, если D это минимальный шаг, то A делится на D и B делится на D. Так как A и D взаимно-простые, то значит D равно 1. Итак, что мы в результате доказали? Мы доказали, что тот самый-самый-самый крайний справа адрес, куда кузнечик умеет попадать, совпадает с наибольшим общим делителем. Осталось вспомнить, что значит умеет попадать. Это значит, он сколько-то раз пошел направо и потом сколько-то раз пошел налево, да, с помощью A и с помощью B. Либо наоборот, либо, соответственно, либо вначале он прыгал направо, да, умеет попадать, значит, сколько-то раз прыгнул так и сколько-то раз прыгнул так, понятно, просто. Но эти оба уравнения, да, это можно одним образом записать, просто целое количество раз A плюс целое количество раз B оказалось равным единице. Ну, вот эти вот количество мы обозначим M0 и N0 и все будет доказано. То есть мы доказали, что уравнение диафантов всегда имеет решение, строго доказали. А вот этот прием, который я привел с цепной дробью, он на самом деле, если честно, он хорошо в школе известен, но в другой форме. Он называется алгоритм Эвклида. Да, именно так. И это алгоритм Эвклида, вы не поверите, но Эвклид две с половиной тысячи лет назад, судя по книгам, по крайней мере, по истории математики, которые я читал, он сразу именно в виде цепной дроби его и делал. То есть в школе цепные дроби убрали, считается, что это сложно для восприятия, но, по-моему, ошибиться легче в алгоритме Эвклида, чем в цепной дроби. Как это ни странно. Можно, конечно, там и там ошибиться, но в цепной дроби вроде как все очень естественно. Каждый раз переворачиваешь, делаешь, переворачиваешь, выделяешь, переворачиваешь, отрезаешь последний кусок и все обратно сворачиваешь. А? А он уже нам не нужен будет. Мы же ищем неточное равенство, да? То есть когда мы получили вот эту отрезанную цепную дробь, мы ее превратили в два числа, верхний и нижний, как в тот раз было 32 и 19. Так вот, как раз эти числа нам два и нужны. Вот это вот одно число я домножил на большее, а другое на меньшее, и все. И я получил тот самый нот, ну, тот самый, ну, как бы, если они взаимно просто, я как раз получил единицу. Вот. Ну, вот из того, что из того, что для взаимно простых всегда существует решение этого уравнения, следует довольно много важных и полезных утверждений. Да, я как-то я собирался использовать эту и все время использую ту. Ну, хотите для разнообразия тут порисуем? Чтобы она не стояла зря, это интерактивная доска. А здесь пальцами, да, рисуют? Пусть... Еще одно утверждение. Утверждение такое. Пусть. Пусть. А и Б взаимно просты. А умножить на С делится на Б. Тогда кто завершит? С делится на Б. С делится на Б. Давайте докажем. Это обычно принимается как какое-то такое очевидное утверждение, которое верно и все. Но нет, его надо доказывать, и мы это строго докажем через то, что мы только что доказали. Смотрите, какое строгое доказательство. А и Б взаимно просто, значит, существуют вот такие. АМ0 плюс БН0 равно 1. Существуют? Целые. Целые. Отлично. Умножаю это все на С. А умножить на С умножить на М0 плюс Б на С на Н0 равно чему? Чему равно? С. Равно С. Вот это делится на Б по условию. А это? Да, потому что есть множитель Б. По построению это называется в математике. То есть это делится на Б по условию, это по построению. А если два числа делятся на Б, то их сумма тоже делится на Б. Вот мы все и доказали. Все доказали. То есть вот это утверждение, которое часто в школе применяют без доказательств, на самом деле строго доказывается через вот этот прием, через вот это рассуждение, через уравнение диафанта все выводится. Если произведение двух чисел делится на третье и первое с третьим взаимопросты, то второе число самостоятельно целиком делится на третье. Самостоятельно целиком делится на третье. Так. Хорошо. Давайте продолжим. Это очень важное следствие. Так. Еще одно утверждение. Продолжаем тему. Тоже. В школе его получают обычно как, ну, оно написано в учебнике как верное. Ну, типа верное и все. Утверждение. Если П простое число, знаете, что такое простое число, да? Простое. Ну, то есть не делится ни на днице. Ну, в смысле, ни на что, кроме днице и себя не делится. Если П простое, то из того, что А умножить на Б делится на П, следует, что одно из них делится на П. Что А делится на П или Б делится на П. Ну, например, вот у вас есть там 61 число, и вы узнали, что произведение каких-то больших двух чисел делится на 61. Из этого неумолимо будет следовать, что одно из этих двух чисел будет делиться на 61. И это только про простые верно. Например, берем 22 и умножаем на 15. 22 умножить на 15 делится на 10. Правда? Потому что нолик на конце. Но ни одно из них на 10 не делится. Потому что у них нолика на конце нет. То есть нолик на конце умеет рождаться, рождаться как бы, да, как плесень заводится, ой, не плесень этот, ну, плесень заводится в немытой посуде, да, а моль заводится в одежде. А делимость на 10 может заводиться там, где ее не было. Понимаете, да? А вот 61 не может делимость заводиться там, где ее не было. Если это не делилось и это не делилось, то и в произведении не будет делиться. Вот. Ну, почему? Ну, это из предыдущего следует. Смотрите. Пусть А не делится на П. Ну, если А уже делится на П, то уже доказали все, да, мы нашли, где П жило. Пусть А не делится на П. Тогда, внимание, следите за руками. Тогда А и П взаимно просты. Это еще почему? Пусть А не делится на П. Тогда А и П взаимно просты. Почему? Да, у П есть только два делителя. Это 1 или П. Поэтому общие делители у этих двух чисел ну, какие? Только один или П. Ну, если А при этом на П не делится, значит, П отменяется. Но его не может быть в качестве общих делителей. Значит, остается только единичка. Других общих делителей нет. Но раз единичка, значит, они взаимно просты. А тогда мы применяем то, что уже знаем. Вот эти вот два взаимно просты. И значит, отсюда следует, что Б делится на П. Все. Видите как? Вот так вот получилось. Давайте еще какие-нибудь красивые следствия из этого извлечем, а потом перейдем, как бы так сказать, мы потом посмотрим еще раз на уравнение диафанта. Начнем с самого важного, а потом все, что успеем. Самое важное. Основная теорема арифметики. Основная теорема арифметики. Это опять некоторые утверждения, которые в школе принимаются на веру. Но мы уже полностью готовы его строго доказать. из того, что до этого мы сделали, мы вполне готовы его строго доказать. Что такое основная теорема арифметики? Ну вот беру я какое-нибудь большое число, очень. Какое взять число? 360. Нормальное число? Оно простое или нет? Непростое, да? Тогда оно на что-нибудь делится. На 10. На 10. Отлично. На 6. На что надо умножить? На 60. На 9. Видите, какие разные, да? На 12. На 12. И что останется? 30. И еще многими-многими, да, способами? Но на самом деле это мы еще не до конца его разложили. Давайте разлагать дальше. 2 на 5 на 6 на 6, да? А здесь? 3 на 3 на 3 на 2 на 5. Ух ты! О, уже полный ответ. Ну сейчас, да, давайте действительно сейчас добьем. То есть вот здесь я могу написать на 5 на 12, да? Здесь могу написать трижды, трижды, четырежды, 10. Пока я не вижу какого-то сходства, да. Но это потому, что я еще не разложил до конца. На 2 на 3. А это? 2 на 3 на 5 на... Ну давайте так. На 2 на 2 на 3, да? А здесь 3 на 3 на 2 на 2 на 5 на 2. А вот теперь уже одно и то же, правда? Полностью все одно и то же. Ну, естественно, с точки зрения перестановки. Но перестановка, она, извините, она никогда ничего не будет менять. Поэтому как? Как тебя зовут? Дарья. Таня. Таня уже сказала, чему это равно. 2 в кубе на 3 в квадрате на 5. А теперь вопрос. Запомним, да, это? 2 в кубе, 3 в квадрате на 5. Итак, 360 это 2 в кубе на 3 в квадрате на 5. А вдруг это одновременно, например, 2 в квадрате на 11. И на 7. А вдруг так? У каждого числа... Так, вот это и есть основная теорема арифметики. Каждое число единственным способом раскладывается на простые множители. Давайте это докажем. Давайте это докажем. Ну, давайте на примере вот этом докажем. Смотрите. Ну, допустим, я быстро не могу проверить, что 360 90 на 7. Ну, это же 360. А если бы у меня было 3 миллиона 288 тысяч... Нет, я забыл, как же там... Ну, короче, я чуть-чуть забыл. Я хотел написать 10 факториал, но чуть-чуть забыл. Там не так. Там... То есть, 400... Ну, в общем, ладно. Какая разница? Ну, не 10 факториалов. Значит, не 10 факториалов. Ну, вот тут будет 2 в какой-то огромной степени. Еще на что-то, на что-то, да? Ну, и про это число я уж совершенно не понимаю, почему оно не должно быть. Здесь я легко проверю, что это неправда, да? На 7 не делится. Но когда число огромное, так просто не проверишь, да? Нужна наука. Ну, давайте я эту науку продемонстрирую на примере, когда мы и так можем, но давайте через науку. Вот смотрите. Давайте я это опять запишу в виде дважды, 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 трижды, трижды пять. Вот смотрите. Семь, число простое? Простое. Два делится на семь? Не делится. Ни одна из этих двоек не делится на семь. А тройка? Тоже не делится на семь. А пятерка? Тоже не делится на семь. Но мы уже знаем, что если два числа не делятся на простое, то и произведение тоже не может разделиться. Ну и здесь, соответственно, не два. Значит, если эти два, значит, четыре не поделятся, а эти, то есть мы можем это как бы, да, и тогда и не поделится все вместе. То есть если я беру произведение нескольких чисел, которые не делятся на какое-то простое, то и произведение тоже не поделится на простое. Это мы строго доказали. Это не нужно теперь постулировать. Это мы вывели. То есть никакое новое простое здесь появиться не может. Никакое. Здесь все простые, которые могут быть в разложении, должны браться отсюда же. Но возникает другой вопрос. А может быть, например, они как-то друг друга могут скомпенсировать, не знаю, два в четвертый, например, на три, на пять вместо этого. Вот как-нибудь так. Так, не может ли быть, что те же самые простые, но степени другие? Давайте поймем, почему это тоже не может быть. Мы можем делить до тех пор, пока в одном из разложений степени не закончится, а в другом останутся только числа. Правильно. Совершенно верно. Поделим на восемь. Тогда отсюда двойка уйдет совсем. А отсюда останется в первой степени, то есть два. Ну тогда вот у меня противоречие. Три на два не делится, пять на два не делится. А произведение почему-то должно делиться на два. Противоречие получено. То есть, если хотя бы в одном месте вот эти степени не совпадали, то противоречие мы выведем путем сокращения. Итого любое число, вообще любое число, абсолютно, какое вы только не напишите, ровно одним способом раскладывается на множители. Ну и понятно, что мы можем множители какие угодно здесь подсандалить, да? То есть, каждый набор простых в абсолютно любых степенях дает одно и только одно уникальнейшее целое число. Никаким другим способом оно не может быть записано. То есть, мы строго доказали основную теорему-аритметику. Все такие числа разные. У каждого числа личное такое, личное уникальное разложение на множители. Вот. Ну и давайте теперь вернемся к одному из наших уравнений. Вот, например, 101m плюс 60n равно 1. Я хочу узнать, а какие еще решения, или иными словами, на той картиночке все точки целые напрямой найти. Сейчас сделаем. У нас числа были какие-то? 23, да? Да-да-да, вот у меня было 101 умножить на 19 минус 60 на 32. Ну, это была минус единица, да? Вот. Ну, давайте вот так тогда. Да. Так. Мы можем подсоять первое наше уравнение. К объем числа прибавить. У нас получится уравнить, что 101 на n минус 10. Отличная идея. 101 умножить на n только плюс 19. Потому что мы вычитаем с минусом. Вычли минус. 60. Плюс 60. На n минус 32. Отлично. Отлично. Да. 101 на n плюс 19 равно 60. 32 минус n. Прекрасно. Почему? Потому что 101 и 60 взаимно просто. То есть вот это делится на 60. М плюс 19, да. Значит, m плюс 19, одно целиком делится на 60, потому что 101 и 60 взаимно простые. Но ровно так же. Точно. М равно 60, а n равно 60, а n равно, получается, ну давай, пока напишем, значит, 101 l. Минус, да, минус, да, плюс 32, да, получается, вот так. Мы же можем подставить, получается, вот умножаем минус m плюс 19, это 60k, и мы поставляем просто у нас 101 на 60k равно 60 на 32 минус m. Ну, которая 101 на 60, ну, которое 101 на l. Ну да, и тогда мы можем сократить на 60 на 60. Там, по-моему, минус l было. Да. Ну, и все сокращается. То есть, на самом деле, kl это одно и то же число, только противоположное. Вот получается действительно универсальное совершенно решение, а именно m равно 60k минус 19, а n равно 32 минус 101 тоже k. Только теперь возникает вопрос, часто вот этот вот момент, который до конца школьники могут не понимать. Ну, я взял два каких-то, две какие-то буквы, их записал в таком виде, через какую-то третью букву. Ну, и что это означает? Что означает? Не хватает очень важной надписи. k это любое целое число. k это любое целое число. И вот теперь получается совершенно четкий ответ. Кто-нибудь скажет, ну, да все-таки конкретно, вот что значит конкретно? Ну, конкретно, пожалуйста, k равно 0, получается решение m минус 19, n 32. А k равно, например, единице, получается другое решение. При k равно единице, получается решение 41 и 32 минус 101, да? Минус 69, то есть минус 69 на 60. И тоже оказывается равно единице. Вот вопрос единственности. Нет, конечно, это не только не единственное, а их бесконечная серия, бесконечное количество. При k равно 2 получится еще какое-то решение. При k равно 3 еще какое-то. При k равно минус 1 получится какое-то решение. При k равно минус 2 получится какое-то решение. И они будут плодиться вот так вот, так сказать, из этого вычитаешь 60, туда прибавляешь 101, из этого вычитаешь 60, туда прибавляешь 101, и все время получается решение. Ну вот это вот, собственно говоря, после этого, наверное, понятен рецепт. Рецепт, да, вот у вас есть такое уравнение, рецепт. Пусть дано уравнение АМ плюс БН равно С. Давайте его решать. Какой у нас будет рецепт? Первое действие. Есть еще нулевое. Надо найти нот. Правда? Нот. Если нот не делит число С, то решили. То есть мы уже решили задачу, ура! Тоже иногда бывает школьник говорит, я не могу решить, плачет, что он же не могу. Решений нет. Я говорю, что ты плачешь, ты уже решил. А что такое? Как я мог решить, если решений нет? Ну если ты доказал, да, если ты доказал, что нет решения, ты решил задачу. Это математика, это не это самое там, построить дорогу, да, говорят строители, построить дорогу, а он приходит и говорит, я доказал, что она не может быть построена. Ну его в тюрьму сразу, да? А в математике такого нет. В математике он приходит, я доказал, решений нет. Говорит, ну все, ты решил задачу. Чего ты плачешь? Ты ее решил. Это самый лучший вариант, когда решений нет. Ничего не надо решать. Все, отсюда решений нет. Потому что очевидно, что если М и Н целые, то левая часть делится на нот. А значит правая должна делиться на нот. А если делится, да, то есть если делит нот, вот это тоже самое, что С делится на нот. Есть такое, просто иногда обозначает три вот этих палочки, а иногда вот так, только в другую сторону, тогда что-то делит что-то. Тогда делим, тогда делим, и получается уравнение АМ плюс БН равно С, где вот эти три числа, они вовсе не большие, а маленькие. Они меньше А, Б и С, и это я разделил на нот. Вот. Где уже теперь нот, после этого нот АБ, естественно, равен 1, потому что я на него разделил на бывший нот. Ну а дальше я что делаю? Я могу найти частное решение уравнения с единицей. А как из него получить частное решение вот такого? На С. Правильно, умножить на С. Элементарно Ватсон, да? Умножаем на С и получаем частное решение уравнения с С справа. Ну а дальше уже тем же приемом, как и было. То есть мы пишем, что общее решение выглядит так. СМ0 минус Б умножить на К, это будет М. АН тогда будет, какое будет у меня Н? СН0, только плюс. Плюс А умножить на К. К любое целое. Вот и все. Теперь, если вам попадется когда-нибудь задача, типа, варить какие-нибудь там эти самые яйца каких-то драконов, или переливать, или еще что-то делать, вы сразу переводите его в этот вид и вперед. Иногда бывает еще ограничение, что, скажем, М и Н должны быть положительны. Бывает там условие набрать таким-то и таким, например, монетами по 101 и монетами 60, набрать 3000 сумму. Тогда вы решаете и пишете дополнительно, что оба числа больше нуля. Ну и там какие-то, получается, ограничения вы уже исследуете отдельно. Какие ограничения, к чему они приводят, при каких К возможно, при каких невозможно. В любом случае вы пройдете через вот это вот универсальное диафантовое уравнение и его решение. Ну, наверное, на этом мы с вами можем завершить. Если есть вопросы, то задавайте. Если нет вопросов, то заходите в YouTube. Но не куда попало, а на канал, который называется Маткульт Привет. Как бывает физкульт привет, а это Маткульт Привет. Вот. Ну и еще можно зайти на savateev.xyz. Надеюсь, что его еще не заблокировали. Я не помню, когда мы последний раз его оплачивали. Но, по-моему, должен быть. Если нет, то дайте знать, я тогда его быстренько оплачу. Вот. Там 100 уроков математики, например. Для дополнительных домашних занятий или для разбора на кружках 100 уроков математики. Ищите там с упражнениями, то все. Вот. Ну и, да, успехов в учебе, в олимпиадах. Там где еще? Алексей Владимирович, а можно с вами фотографировать? Конечно, можно. Да, давайте. Давайте. Большое вам спасибо. Подходите сюда. Будем фотографироваться. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok